МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». В студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. В первом полугодии 23-го года межмуниципальное управление Леберецкое. На 18,2% возросло количество зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях. Полиция отчиталась об итогах работы за первое полугодие 2023-го года. Данный проект претерпел, если я не ошибаюсь, порядка 35-40 изменений. На каком этапе благоустройства территории рядом со станцией Панки расскажем в сюжете. Все камеры выведены на монитор в салоне водителя, поэтому он может посмотреть и внутри салон, и снаружи. В Люберцах запустили новые комфортабельные автобусы. Официально зарегистрировалось 118 человек, но на самом деле с болельщиками, потому что многие с детьми, с женами пришли. На Малаховском озере провели фестиваль по спортивной рыбалке. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. Подробности далее. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений граждан. По 24 возбуждены уголовные дела. Почти все преступления стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам. Также было 160 ДТП с четырьмя пострадавшими. Личный состав Владимир Михайлович работает в усиленном варианте несения службы в связи с теми, что были выпускные в вечера. Погода была хорошая. Очень много граждан отдыхают на наших прудах, озерах, парках. Ну и готовимся к другим общественным мероприятиям, которые пройдут в районе. С 3 по 11 июля подразделения пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 46 раз. Бороться с огнем пришлось в трех случаях. Все пожары обошлись без пострадавших. 4 июля в 13 часов 13 минут по адресу Люберцы Краскова, улица 2-я Заводская, происходило загорание металлического контейнера. В нем находился мазут. Контейнер частично был вкопан в землю размером 15 на 2. Происходило общее загорание мазута на общей площади 30 квадратных метров. Аварийных отключений по линии ЖКХ не было. Все системы функционировали в штатном режиме. Чтобы предстоящий отопительный сезон также прошел без сбоев, в городском округе проводится большая работа по подготовке к зиме. Всего в городском кругу Люберцы будет подготовлено 2199 многоквартирных домов, 82 котельных, 27 водозаборных узлов, 283 километра тепловых сетей, 433 километра сетей водоснабжения и 396 километров сетей водоотведения. Также к отопительному периоду будет подготовлен запас топлива на котельных в размере 534 тонны. В округе в плановом режиме продолжается ремонт подъезда в МКД. Большой объем работ запланирован и по части благоустройства. До конца лета завершится обустройство новых пешеходных зон рядом с шестью железнодорожными станциями. О том, что сделано и что предстоит сделать, на оперативном совещании доложили также представители управлений дорожного хозяйства, транспорта и спорта. В межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое прошло расширенное заседание, на котором подвели итоги работы ведомства за первое полугодие. Сотрудники полиции выслушали подробный доклад и ознакомились со статистическими данными по каждому виду преступлений. На месте работали мои коллеги. За шесть месяцев 2023 года на территории обслуживания Люберецкой полиции проведено более 100 массовых мероприятий. В них приняли участие около 200 тысяч человек. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности задействовали 2500 сотрудников МВД и около 300 народных дружинников. С поставленными задачами управление справилось. В первом полугодии 2023 года межмуниципальное управление Люберецкое на 18,2% возросло количество зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях. Всего 71 882. Общий массив зарегистрированных в управлении преступных посягательств сократился на 3,8%. В том числе тяжких на 2% и особо тяжких на 12%. Возбуждено 1997 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 1060 лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество убийств сократилось на 36%, а причинение тяжкого вреда здоровью на 22%. Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных преступлений, больше совершено разбойных нападений на 20%, краж транспортных средств на 30%, угонов транспортных средств на 72,7%. На расширенном заседании подробно проанализировали работу каждого отдела полиции, а также обозначили приоритетные задачи на второй полугодии 2023-го. В конце встречи ряд сотрудников, которые отличились на службе, получили новые звания, а также благодарственные письма и почетные грамоты от МВД России. В Люберцах продолжается благоустройство территорий, прилегающих к станциям МЦД-3. Новые прогулочные зоны обустраивают в районе шести железнодорожных станций, расположенных в черте городского округа. На каком этапе работы на улице электрификации узнаем в следующем сюжете. Работа по благоустройству территории рядом со станцией Панки пока продолжается. Но уже на этом этапе понятно, что новая пешеходная зона станет для местных жителей излюбленным местом отдыха. К слову, они сами определили, каким должно быть новое пространство. Данный проект претерпел, если я не ошибаюсь, порядка 35-40 изменений. Даже включаем, если мы посмотрим на эту дорожку, она у нас в проекте должна быть прямо. А для того, чтобы сохранить, опять же, по поводу жителей максимальное количество зеленых насаждений, мы ее чуть-чуть сдвинули. И так вот тут много таких моментов у нас было. И там передвинули, здесь чуть-чуть подвинули. То есть там фонарик, столб там перенести. Среди пожеланий жителей обустройство пешеходных дорожек для занятий скандинавской ходьбой, а также создание площадки для выгула собак. Чтобы услышать каждую просьбу и дать ответы на вопросы, на месте проведения работы регулярно проходят встречи с жителями. А вот около станции сейчас чего там все выковорили? Это то же самое благоустройство. Такая же плитка, новая площадь. Там все визуализации, картинки есть? Да, да, да. Все есть. А магазины? Там будут, магазины будут переделаны в стеклянные фасады. То есть они сохранятся, но они более приличными будут. Площадь будет выглядеть по-другому. Подходы, подъезды везде. Тротуары, тропинки, сеть будет переложена. Благоустройство мини-парковой зоны идет по графику и даже с небольшим опережением. Уже в августе она будет доступна для прогулок. Здесь будет все необходимое для комфортного отдыха. Детская площадка, лавочки, урны, освещение и камеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Очередное пополнение в Люберецком филиале «Мостранс Авто». В автопарк компании поступило 10 комфортабельных автобусов большого класса. В чем особенность нового транспорта и где он будет курсировать, узнал наш корреспондент. Для водителя тут все под рукой. Так что все удобно, все находится в доступности, сиденье удобно. Также климат-контроль в кабине тоже есть. Алексей Григорьев оценивает свое новое рабочее место. Водителю со стажем есть чем сравнить. У этих автобусов ряд преимуществ. Электронные маршрутоуказатели, камеры видеонаблюдения, система климат-контроля, USB-розетки. Комфортные условия во время поездки созданы для каждого. Все автобусы приспособлены для маломобильных пассажиров. Новинка данного автобуса, что предназначено и имеется место для поводоря. Все камеры выведены на монитор в салоне водителя. Поэтому он может посмотреть и внутри салон, и снаружи. Комфортабельные автобусы будут курсировать по маршрутам 501, 1225, 1232 и 20. Ключи от новых транспортных средств водителям вручил глава Люберец Владимир Волков. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева эта программа реализуется. И на улицы нашего города выходят современные комфортабельные автобусы, безопасные. Мы в дальнейшем будем работать над тем, чтобы наш технический состав транспортный в городе обновлялся. Поступала новая техника. И, конечно же, все это было во благо развития нашего городского округа. Всего Люберецкий филиал «Мострансавто» получил в этом году 117 новых автобусов – 72 большого класса и 45 среднего. Таким образом, подвижной состав транспортной компании обновился на 37%. В округе с 2014 года работает производственная компания «Стройкомплекс». Здесь выпускают автобусные остановки, информационные лайтбоксы, телекоммуникационные шкафы, навигационные пилоны с табло прибытия транспорта. О работе предприятия в репортаже нашей съемочной группы. Почти 10 лет компания «Стройкомплекс» разрабатывает и изготавливает металлоконструкции различного профиля. Велосипедные парковки, декоративные ограждения, лавочки, указательные щиты и пилоны. Основной продукт – павильон ожидания общественного транспорта. В год здесь выпускают более 500 остановок. Каждую оснащают зарядной станцией для мобильных устройств, Wi-Fi-модулем и видеонаблюдением. «Они антивандальные, они коррозионно-стойкие, у них есть USB-зарядка, поэтому даже если вам придется ждать автобус, вы грустить не будете, все время свой гаджет сможете зарядить, так что минусы прочные». «Сзади меня» – это вот все сборочный участок, где производится непосредственно уже финальная сборка нашего павильона. И вот именно с этого места он на манипуляторе уже уходит в собранном состоянии и дальше на монтаж». Современные остановочные павильоны, изготовленные на предприятии в Томилине, популярны не только в московском регионе. Их можно встретить на улицах Кирова, Таганрога, Екатеринбурга и Перми. Скоро такие остановки появятся в городском округе Люберцы. «Мы их устанавливаем вблизи наших железнодорожных станций, так как проект по благоустройству МЦД – это станции Ухтомская, Люберцы-1, Панки, Томилино, Красково и Малаховка – в этом году будут благоустроены к сентябрю. И рядом с этими железнодорожными станциями уже появятся первые остановки». Их установят ближе к сентябрю. Каждый остановочный павильон будет стилизован символикой городского округа Люберцы. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ремонт поликлиники номер 2 по улице Льва Толстого продолжается. Чтобы не останавливать процесс оказания медицинской помощи, было принято решение проводить реставрацию в два этапа. В конце мая работы завершились в правом крыле здания. Сейчас приступили ко второй части. К поликлинике номер 2 Люберецкой областной больницы прикреплено около 37 тысяч населения. Недавно врачи и медсёстры начали приём пациентов в новых отремонтированных помещениях. Правая часть здания сегодня работает в полную мощность. Изменения произошли не только во внешнем виде поликлиники, но и её функционали. Весь день доктор УЗИ у нас находится на приёме. Мы спокойно назначаем, нет листов ожидания. Сегодня я назначила, через два дня ко мне пациент вернулся с результатами УЗИ. Это и почки, и брюшная полость, и щитовидка, так же всё это бывает. Не было УЗИ сосудов ни нижних конечностей, ни сосудов шеи. Даже почек УЗИ сейчас мы можем делать, потому что сейчас стало более активно ТМК-аммоники. Мы спокойно выходим с ними на связь. Они нам это рекомендуют, мы и проводим, с ними повторно связываемся. То есть у нас очень быстро прошёл лечебный процесс. Евгений Устинов прикреплён к этой поликлинике уже несколько десятков лет. Последний раз ремонт в этом учреждении проводили в начале 2000-х. Но такое масштабное преображение пациент видит здесь впервые. Такие полы прям красивые, всё, потолки белые, обслуживание врачей хорошее, девочки молоденькие все. Как говорится, перспектива большая, будущее, всё. А пока в правом крыле поликлиники ведут приём пациентов, во второй части здания уже стартовал ремонт. Строители завершают демонтажные работы и вывоз мусора. Скоро приступят к отделке помещений. Уже начинает завозиться материал для завершающего этапа выполнения работ. Мы будем контролировать данные работы. И в настоящее время на объекте работают 11 человек. Работы проводятся по установленному графику. Второй этап ремонта поликлиники завершится к концу августа этого года. Уже в сентябре всё здание медицинского учреждения будет к услугам пациентов. Луиса Игязырян, телеканал ЛРТ. Состоялась очередная экологическая акция. Сотрудники Люберецкой администрации вместе с представителями Малаховского участкового лесничества и жителями привели в порядок территорию лесного массива в посёлке Красково. Как прошла акция, расскажем в сюжете. Несмотря на дождливую погоду, вооружившись перчатками и мешками для мусора, люберчане приступили к уборке леса. Молодогвардеец Артём Шарапов не пропускает ни один субботник. Когда вижу мусор в лесу, у меня аж сердце кровью обливается, понимаете? Это же как-то не очень хорошо, когда засоряется лес. Лес – это всё-таки природа, это всё-таки наше здоровье, наша жизнь. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Воспитывать надо, ещё с детской скамьи надо воспитывать, приучать к чистоте. Поваленные деревья распиливали на части и отправляли в дробильную машину. Бытовой мусор собирали в бункер. Региональный оператор «Эколайн Воскресенск» его отправил на полигон ТБО. Вместе с жителями округа к экологической акции присоединился Владимир Волков. Излюбленное место наших жителей. Сюда приходят, отдыхают, играют, занимаются спортом, гуляют. Эта территория требовала дополнительной очистки. Но так как это лесфонд, мы согласовывали эту акцию с лесничеством. Раньше валежник из леса нельзя было собирать. То есть деревья как упали, так и лежали. Более того, на протяжении некоторого времени, примерно пятилетия, не проводились никакие санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах. Пару лет назад людям, всем желающим, всем нуждающимся, разрешили собирать валежник в лесу для использования в личных целях. Единственное, что если вы приходите в лес, пирите валежник и забираете, оставлять после себя чистоту. В уборке лесного массива приняли участие более ста человек. За несколько часов территорию площадью 4 гектара привели в порядок. А на главной поляне установили 8 лавочек из природного материала. В микрорайоне птицефабрика продолжается расселение жилых домов, попавших в программу комплексного развития территорий. Новоселье справили уже многие семьи. В гостях у одной из них побывали мои коллеги. Дмитрий и Светлана Треногины – счастливые родители, воспитывающие четверых детей. Ксении 13 лет, Полине 6, Никите 4 и самому младшему – Роме – 2 года. Все проживали в однокомнатной квартире. Для улучшения жилищных условий два года назад в рамках реализации госпрограммы «Молодая семья» Треногины встали на учет. Ну, там, говорят, долго нужно стоять. Наверное, чудо случилось. Вот расселение, программа расселения, но должна была быть не в этом году. Спасибо нашему главе Владимиру Михайловичу. Я подходила на выездную администрацию, обращалась. Если так случилось, что наши дома пошли расселяться гораздо быстрее, то должен был быть то ли 35-й год, то ли 27-й год. Восьмой дом на птицефабрике, в котором проживала семья Треногинах, давно себя изжил. Коммуникации прогнили, на стенах плесень. Вопрос с переселением решили быстро. И в конце июня многие жильцы старого дома справили новоселье. «Нам все это хорошо сделали. Дети, вообще, в первую очередь дети в восторге. Они говорили, это моя комната, это моя комната. Не все вчетвером на одной кровати ютились. Да, когда счастливы дети, и мы очень счастливы. Ну, и что уже скрывать, у нас своя комната, мы тоже счастливы». Теперь у каждого ребенка есть свое пространство, отдельное спальное место и просторный балкон, которого в старой квартире не было. Для малышей здесь оформили зону отдыха. «Мне нравится в своей комнате, ночью. Я всю ночь все сплю одна. Мне даже не страшно, когда я читаю молитву. И когда выключают свет, мне так нравится. И мальчик мне во всем помогает. Особенно, когда я делаю мусор». Светлана по случаю новоселья и своего дня рождения готовится встречать гостей. Поздравить приехал и глава округа Владимир Волков. «Чтобы не спустим руками на день рождения и с новосельем. Поэтому вам только позитивных эмоций, чтобы эта квартира стала таким вашим домом». За праздничным столом семья Треногиных призналась, что мечтает о пятом ребенке. Чем больше детей, считают Светланы и Дмитрий, тем счастливее семья. Уже совсем редко он стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. Мы стали редко писать друг другу письма. Но тем не менее, Почта России не только продолжает работать, но и стремительно развивается. Каждое второе воскресенье июля Федеральная почтовая связь отмечает день рождения. Тему продолжит наш корреспондент. Назвать точную дату появления почты уже невозможно. С того момента прошел не один десяток веков. И развитие самой почтовой связи не стоит на месте. Сейчас век цифровых технологий Почта России идет в ногу со временем. Прошла модернизация отделений, появились новые услуги и возможности для клиентов. Мы работаем сейчас очень углублено на направлении цифровой инструктуры, потому что у нас много дополнительных опций, которые сейчас более доходно и более доступно стали нашим гражданам. Например, это как электронная цифровая подпись, которая может себя проводить и получать отправление без предъявления дополнительных документов. В городском округе работает 27 отделений связи и сортировочный центр. Отсюда корреспондентцы отправляются в сортировочные цеха федерального значения. Затем разлетается по стране и миру до адресата. Несмотря на то, что письма в наши дни редкость, почтальоны на своем посту с раннего утра. Вспоминаю детство, когда первый раз начинал в первом классе писать письма своим родственникам, когда они уходили, потом ждешь, это ожидание порой неделю, две составляет. И когда приходит письмо, когда долетает обратно информация, конечно, это счастье. И вот этот вот этап, и вот этот момент получения конверта заветного, он, конечно, очень приятен. К 400-летнему юбилею Люберец Почта России выпустила серию проездных билетов «Тройка». А в День города будет торжественно погашена марка с люберецкой символикой, которая выпущена в единственном экземпляре. Фотовыставка «Жены героев» открылась в картинной галерее Люберец. Она стала кульминацией всероссийского проекта «Жены героев». Об уникальном проекте, созданном женами военных, которые сейчас стоят на защите рубежей отчизны, наш следующий сюжет. В мае, когда цвела сирень, «Жены, мамы и дети военных» собрались в одном из дворов Люберец. Накинув на плечо, родной китель проводят фотосессию. Сегодня вместо сирени ромашки. Выставка открылась в преддверии Дня семьи, любви и верности. Это, наверное, больше для нас самих, потому что так легче ждать, чем-то заниматься постоянно, постоянно что-то делать в движении. Девочки впервые многие накрасились за долгое время, потому что не было для кого, а тут мы нарядились и накрасились. Справа фотография, слева письмо. Именно их писали «Жены» своим воинам. Муж Оксаны Чепец, Антон, сегодня дома, приехал в отпуск. Мои любимые обо мне не забывают и помнят всегда. И нашим пацанам тоже было приятно все это видеть, которые там сейчас находятся на передовой. Всероссийский проект объединил жен военнослужащих многих регионов. Акция была запущена в Самаре, но к ней присоединились сотни городов. Среди них и Люберцы. Главная цель – поддержка участников специальной военной операции. Для нас проект – это не только очередная фотосессия. Благодаря этому проекту мы обрели еще одну семью. Семью, состоящую из боевых подруг. Из людей, которые проверены уже и в печали, и радости. Радость – это, конечно же, появление на свет новой жизни. Одна из участниц проекта на фотосессии позирует с большим животом. На открытии выставки уже с коляской. А значит, жизнь продолжается. И у каждой семьи свои радости, свои надежды и свое счастье. Луиза Эгия, Зарян Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ежегодный бал медалистов в торжественной обстановке прошел на главной сцене Дворца культуры. Праздник объединил более 130 выпускников округа. Молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь, поздравили учителя, родители и почетные гости. Тему продолжит Богдан Колесников. Медаль «За особые успехи в учении» вручили 138 выпускникам Люберецких школ. С окончанием учебного года золотых медалистов поздравил глава округа Владимир Волков. Вы впитали все знания, которые вам давали. И, конечно же, также аплодисменты педагогам. Огромное спасибо вам. Дорогие ребята, что пожелать вам? Максимум добиться всех поставленных целей, задач – поступить в высшее учебное заведение. Среди выпускников 16-й гимназии – 13 медалистов. Софья Курбатова на едином государственном экзамене получила 100 баллов по истории и русскому языку, набрав наибольшее количество среди всех 11-ти классников округа. Насчет русского языка у меня всегда получалось хорошо заниматься по этому предмету. У меня были очень сильные учителя. И поэтому дополнительно я практически не готовилась. Насчет истории. Я занималась олимпиадами по истории с 9-го класса. У меня была очень сильная база. Я планирую поступать в Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина. Я поняла это еще в конце 10-го класса. Я подала туда документы. И я думаю, я пройду. Мне баллов достаточно. В этом году в Люберцах 12 стубальников. Святослав Киселев планирует поступать в Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Выпускник первой гимназии набрал наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку. Старался. Спасибо маме за поддержку, учителям. Вообще, на самом деле, очень удивились родители. Но я не ожидал просто то, что я напишу сам. За эти 11 лет осталось множество воспоминаний. Но самое главное – это, наверное, учителя, друзья, родители друзей. К поздравлению золотых медалистов присоединились депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско, Ирей Николай Богатов и председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Конечно, здесь находится интеллект Люберецкого округа. Я могу сказать, что жизнь так устроена, что этим миром движет интеллект. Вы научились учиться. Это самое главное. Поэтому я сегодня во всех поздравляю. Я абсолютно уверен, у вас в жизни все получится, все состоится. Валерия Борисова мечтает стать инженером. А золотая медаль даст ей дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Я отличница с первого класса. Но раньше мне говорили, что, ну, может быть, потом пойдет не так хорошо. Но оказалось, что я способна на это. Я хочу пожелать всем выпускникам этого года идти вперед, достигать своих целей, не оглядываясь назад. И всегда верить в себя. После окончания вузов многие планируют работать в Люберцах. И здесь их ждут. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах впервые прошел фестиваль по спортивной рыбалке. Мероприятие, приуроченное к 400-летию города, собрало на Малаховском озере более сотни участников. Рыбаки боролись за крупные денежные призы и победу в различных номинациях. Все подробности в репортаже Луизы Егезарян. Николай Селявин, рыбак со стажем и настоящий фанат своего дела. Отправляется за добычей не только на Люберецкий водоем, но и выезжает в Астрахань. Любовь к рыбалке привил ему отец. Теперь и он обучает ценным навыкам своего сына. Вот червячка нового насаживай. Сегодня семья рыбаков участвует в фестивале «Золотая рыбка-400». Вставать пришлось ни свет, ни заря. И вот с шести утра у них в садке уже один крупный карп и три платвички. Раньше здесь соревнования зимние были. У меня дома призы стоят первые, вторые места. Я всегда выигрывал. И на этот раз удача оказалась на его стороне. Николай поймал самую крупную рыбу. Карп весом почти в полтора килограмма принес ему победу в специальной номинации. А по результатам всего улова у мужчины третье место и приз – 10 тысяч рублей. Малаховка – это не только красиво, но и денежные призы и подарки. Второе место досталось участнику, который поймал 1820 граммов рыбы. Этот результат принес ему 20 тысяч рублей. А обладатель самого большого улова – почти два килограмма – выиграл 30 тысяч рублей. Но на этом борьба за ценные призы не завершилась. Самый богатый уловокольцованный карп. Счастливчику, которому удастся поймать, его подарят 100 тысяч рублей. Официально зарегистрировалось 118 человек. Но на самом деле с болельщиками, потому что многие с детьми, с женами пришли. Это участвует где-то человек 150. Главный людей – это популяризация рыболовного спорта, просто рыбалки, отдыха. Это привлечение людей к данному отдыху. Гостей фестиваля угощали рыбацкой ухой, развлекали песнями и тематическими играми. Подобный праздник состоялся в городском округе впервые. Но теперь он будет проходить два раза в год – зимой и летом. Луиза Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Два дня во дворце спорта «Триумф» проходил турнир по волейболу среди молодежных команд. Организаторы мероприятия – местное отделение молодой гвардии «Единой России» и комитет по физической культуре и спорту администрации «Люберец». Наша съемочная группа запечатлела финальные игры. Участниками спортивного турнира стали шесть команд. По результатам первого дня соревнований в финал прошли четыре лучших волейбольных коллектива. Это хоть и любительские дворовые команды, но играют ничем не хуже профессионалов. Мы рассчитываем только на победу, потому что я считал, что у нас одна из самых сильных команд. Будем бороться за первое место. Первую игру мы выиграли с большим разрывом, вторая была немного посложнее, но все равно одолели. Каждая команда сыграла по одной партии. Для победы необходимо набрать 25 очков и выйти в полуфинал. А затем уже побороться за главный приз турнира – Кубок молодой гвардии «Единой России». Спорт – это, наверное, одна из важнейших частей жизни общества в принципе. Он развивает не только силу и выносливость, но и командный дух. В любом случае, волейбол – это командный вид спорта, и в одиночку тут ничего не добьется. Подобный турнир проходил в городском округе Люберцы несколько месяцев назад. В планах организаторов провести в этом году серию таких соревнований, в том числе и волейбольную лигу. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова